Небольшой дисклеймер перед началом, данные проблемы F-ки относятся именно к 20-й, а не к 21-й, но с уверенностью в 90% они также будут относиться и к 21-й F-ке, потому что ничего в ней не будут фиксить. Ну а теперь поехали. Тоже была анонсирована Формула-1 2021 года, все в СНГ вы видели цену на эту замечательную игру и немного приуныли, так как теперь цену у нас выставляет EA. А у них в этом плане политика простая. Покер, что за игра, будем продавать ее по цене ААА проекта. Ладно, ребят, с вами Warhammer, и что же, давайте поговорим о том, чего не хватает на самом деле в F-ке, потому что, если так судить об игре, данная серия игр, в большей части последней, по крайней мере, формулы с 2018 года, это уже про синглплееры в основном, про карьеру. Нам тут добавляют и MyTeam режим, теперь сейчас 21-й F-ке у нас будет и сюжетный режим, не просто карьера, где мы приходим в какую-либо команду, садимся и просто херачим все сезоны и модифицируем болид. Теперь это будет сюжетка, но почему-то разработчики забывают, что эта игра не только про синглплеер, она еще и про мультиплеер. И как раз в этом аспекте F-ка всегда была дерьмом, просто потому что в каждой серии игр было куча багов в онлайн-режиме, причем эти баги даже больше распространенные на игру, и в мультиплеере они показываются намного более краше, потому что когда они возникают, у вас начинает жопа просто адски полыхать. И вместо того, чтобы пофигтить раз и навсегда проблем с мультиплеером, а именно просто заняться им вплотную и забить на карьеру, то есть про синглплеер, разработчики просто делают из года в год патчи различные, которые фигтят небольшие проблемы, которых как бы и быть не должно, но почему-то они есть. Но давайте вообще подробнее остановимся про мультиплеер. Ну, давайте начнем с того, что играть в мультиплеер не в лигах, это просто безумие, потому что ты заходишь в лобби, ты хочешь просто погонять, и пока ты не получишь свой ранг, и даже с рангом ситуация особо не меняется. Ведь всегда будет один, два, может больше людей, которые будут просто врезаться, мешать как-либо, и тем самым портить гонку людям. И, к сожалению, да, с этим бороться очень сложно, но все-таки есть какие-то меры по типу рейтинга безопасности, банально, в той же Сотокорс Компетизионе. За каждую гонку в онлайне вы получаете плюс к рейтингу и минус к рейтингу, и, соответственно, в зависимости от рейтинга вы не можете зайти примерно на какой-то определенный сервер, на котором стоит определенный порог. Что на самом деле отделяет как раз-таки вот новичков, так скажем, от уже бывалых водителей. У нас же, да, у нас есть какой-то рейтинг безопасности, но он просто бесполезный. То есть, да, тебе его снижает даже за столкновение, но и не только, например, ты срезал трассу, ну, срезки это вообще отдельная история в нашей игре, ведь сложно сделать более адекватные строгие срезки, как в нормальной Формуле 1, мы сделаем просто по правилу не больше двух колес за белую линию. Соответственно, вы получаете там предупреждение, срезку потом, и это тоже минус к вашему рейтингу безопасности, типа, ядрить вы грязный водитель, ух, нельзя такого пускать дальше. И по итогу рейтинг безопасности, который бывает чаще всего у игроков, он все равно низкий. Да, можно специально себе фармить там высокий рейтинг, но он вам ничего не дает, вы все равно будете попадаться в лобби с людьми, у которых будет низкий рейтинг безопасности. Хотя у вас может быть даже будет один драковый ранг. Ранговая система в нашей игре, она как бы есть, но как бы бесполезная тоже. Да, окей, тут хотя бы идет какой-то отбор, то есть вы получили какой-то ранг, и вы начинаете в основном гоняться только вот с людьми плюс-минус вашего ранга. И ранг там максимально вроде платина какая-то, но не суть. Суть в том, что опять же это не показатель вашего уровня мастерства, потому что грязные пилоты, все дела там, пилоты, у которых там горело жопа, и они начинают просто мешать кому-то, может быть даже целенаправленно определенному пилоту, и все в этом духе. То есть, ну, будем честны, ранговая система в вообще гоночных играх, она, ну, немного бесполезная, потому что она не покажет реального уровня вашего вождения. Также, да, у нас еще есть различные там и спортс, проводимые вот F1, то есть там различные квалификации на трассах, то есть события. Вот в них, да, в них показывается мастерство человека по вождению, ну и мастерство в знании игры, там некоторых особенностей ее, о различных там мелких багах и так далее. Ну, не суть, в основном, и спортс это единственный показатель вашего мастерства, если не заходите в какие-то лиговые гонки. Вот, ну, что же, перейдем теперь к варианту лиговых гонок. Тут все начинает быть намного лучше, чем обычно онлайн, потому что ты гоняешься с определенными людьми и гоняешься, ну, зависит от того, сколько у вас там этапов подписано в лиге. Вы, может, там все 21 этап проедете, или 22, я не понял, как сейчас максимальное количество гонок в F1 у нас, давно не катал карьеру. Ну, в общем, там где-то 13-14 гонок обычно в среднем в лигах едут, вот. И, соответственно, тоже бывают люди, которые не особо чисто гоняют, но все равно они попадают под правилом, и, соответственно, там долго в лигах они либо не задерживаются, либо начинают нормально гоняться и так далее. И, по сути, лиги это единственный вариант, как можно гоняться с другими людьми адекватно хотя бы, хоть как-то, вот. Но тут же лиги, это тот же самый мультиплеер, соответственно, те же самые проблемы, что и в обычном онлайне. Главная проблема F-ки, по моему мнению, в плане мультиплеера, это то, что у нас нету выделенных серверов. Игре уже 11 лет, и до сих пор она держится на системе создания лобби. То есть, создание, то есть, человек создает лобби, становится хастом, соответственно, становится сервером, и к нему все уже присоединяются. И это накладывает кучу проблем, вот, начиная там от пинга друг от друга у людей, заканчивая банально тем, что, если у человека у хаста что-то случается, он вылетает, лобби, все, оно просто начинает ломаться. Да даже банальные выходы и входы в лобби во время уже самого уикенда, они ломают игру, и из-за этого можно встречать то, что люди начинают рассинхрониваться между собой. Соответственно, там кто-то едет по трассе, он спокойно едет, перед ним никого нету. А на самом деле перед ним был какой-то пилот, и он его просто убивает в стену. Ну и, соответственно, жалобу на такой, например, здесь не можешь подать, потому что, ну, что такого. Это был рассинхронный, как бы, ну, человек не виноват, он не знал, что перед ним кто-то едет. То есть у меня была такая ситуация, вот, и на самом деле это немного паршивая такая ситуация. Вот, соответственно, у хаста может, опять же быть, что-то с интернетом не так, соответственно, пинг будет у всех из жопы, и лагать все будут просто неимоверно. Плюсом, когда хост отваливается, к примеру, игра может очень долго передавать кому-то другому права хаста, и это тоже накладывает большие проблемы на все лобби. И по итогу можно сказать, что просто, ну, лобби это, как бы, неиграбельная вещь, потому что выделенные серваки нынче можно спокойно поддерживать на своем компьютере, врубать нужный момент, и это более стабильный вариант, потому что ты не входишь в саму игру. То есть, когда ты входишь в саму игру, то, соответственно, там, игровой код может в один момент просто сломаться, соответственно, тебя выкинуть из игры. В этом плане, как раз-таки, выделенные серваки, это проще. Ты заходишь в специальную программу по созданию сервера, и все. То есть, минимум использования именно игрового кода. Опять же, могу ошибаться немного, но это то, как я вижу в представлениях. И, в принципе, выделенные серваки все время стабильны в этом плане. И в плане пинга будет чуть проще людям заходить на сервак. Ну, конечно, да, тут, опять же, может быть, у держателей сервака какие-нибудь проблемы, но это, на самом деле, я редко встречал, по крайней мере, у вас это корс, я сколько гонял на серваках, выделенных, никаких проблем в этом плане не было. Также это уберет проблемы дисконнектов, реконнектов, которые ломают систему. Да, на более-таки долгих дистанциях, если там использовать, выделенный сервак очень долго, не перезагружать его, да, это тоже может вызвать проблему, но перед гонкой всегда его можно перезапустить. Также, также есть такая еще проблема в некоторых лигах, это то, что, к примеру, у них нету каких-нибудь просто социальных гонок, из разряда просто фановых, где они могли бы посмотреть, как едут там те или иные замены. То есть приходит человек в замену какую-либо лигу, там, вот, например, в ПКТ, да, у нас был момент в Мексике, приходит человек под ником Самовоз, регистрируется заменой в ВЦ и Б-дивизион. И, соответственно, кураторам, ну, окей, пришел человек, возьмем его на замену. И приходит он на замену и выигрывает без проблем С-дивизион. Вообще, он там просто всех там в секунде в кульфикации оставляет, в гонке там на полкруга трое место отрывается. И, соответственно, ну, кураторы не могли знать, что человек настолько хорошо едет. И, соответственно, от этого страдают регулярные пилоты данного дивизиона, которым, как бы, очки нужны, а тут приходит человек и просто забирает, там, возможные очки для чемпионского титула, так скажем. Вот. И, соответственно, выделенный сервер акт даст что? Возможность. Зайти на него, в практике покататься несколько кругов. Эти круги, соответственно, запишутся на какой-нибудь сервис. В этом плане, там, если, опять же, кодмастерс уберет эту привязку к античету от Волива, то не составит труда написать нормальное ПО для этого. И, соответственно, как у вас это корсит, ты можешь просто уйти на сервер, посмотреть, кто как едет на той или иной трассе. И, соответственно, сделать из этого выводы, подходит ли он под замену в С-дивизион, в Б-дивизион. Может, его сразу надо в А отправлять, потому что он слишком быстрый. Да, конечно, можно вариант смухлевать специально, но даже если один раз так человек смухлюет, ну, как бы, его могут просто в следующий раз не позвать замены в другую гонку. А так это реально покажет, насколько хорошо человек едет, по крайней мере, без выяснения этого во время уже самой гонки. Также, возвращаясь к теме реконектов, вот, к примеру, бывает то, что ты вылетаешь, там, во время, там, квалификации, гонки. Соответственно, тебе надо быстро перезайти, и в варианте с лобби тебе, там, надо дождаться, пока тебя заинвайтят, конечно же. Ну, может быть, и просто там для друзей лобби стоит. Но, в любом случае, когда ты реконектишься, лобби начинает ломаться. С выделенностью раком подобного, ну, будет намного меньше, даже вообще почти не будет того, что лобби как-то будет ломаться. Просто, банально, вы можете зайти во время лобби в гонку, и, к примеру, вы у кого-то будете все равно рассинхронены. То есть, соответственно, вы где-нибудь едете по трассе, и у других пилотов вы будете показывать, что вы вообще, наоборот, там, где-нибудь в другом месте едете, и из вас, типа, едет бот. Вот, у меня был такой момент с Диклинсом, когда мы ездили по КТ Реалистик, когда я еду, пытаюсь догнать предыдущего пилота, вижу то, что передо мной он едет, отстает на круг. Думаю, о, ну, сейчас возьму слепстрим, там, ДРС, все дела. Но, по итогу, он у меня рассинхронился, за него ехал бот у меня, и он меня просто брейк-тестовал. А, на самом деле, в этот момент Дик ехал в другом части трассы, то он, там, заканчивал круг, заезжал даже вроде в боксы. Вот, то есть, это, вообще, это нормальная ситуация. Также, чего еще не хватает в мультиплеере, это реплеев. Серьезно, игре уже 11 лет, до сих пор нет функции в онлайне просмотра гонки. Из-за чего, чаще всего, в лигах вы обязаны записывать видео, там, либо вести трансляцию. И, ладно, типа, если ты ведешь трансляцию, и у тебя нормальный компьютер, там, или записываешь видео. А, например, играет человек, у него, там, эфка, там, ну, в 70-80 кадров еще на низких настройках прямо идет. Но при записи у него она будет идти, там, в 50-40 фпс, может быть, там, 60, конечно, выдавать. Но все-таки, во время старта гонки фпс будет точно просаживаться очень низко. И из-за этого людям со слабыми ПК приходится, на самом деле, нелегко в плане записи. И я не понимаю, почему нельзя делать реплеи. В той же, а с этой корсой компетенционной, есть реплеи всей, там, 24-часовой гонки, там, ну, там, реплей дробится, скорее всего, по частям, чтобы он не весил, прям, дохиллион гигабайт. Но в эфке такие реплеи весили, ну, в копейки и позволили судьям бы лучше бы, ну, банально разгрузить пилотов, которые записывают видео. И тем самым дать им более комфортный вариант для езды, потому что все-таки запись сжирает определенное количество ресурсов на вашем компьютере. Также реплеи позволят, к примеру, сделать красивые, там, нарезки, гонки, потому что сейчас что, ты, блин, сделать красивые нарезки можешь, конечно, там, но сразу хамбордов, но, соответственно, у тебя будет весь интерфейс виден и так далее. То есть, ну, мне очень приятно будет смотреть именно такой хайлайт, хотелось бы вот именно делать красиво, без всякого лишнего, там, интерфейса и так далее. Ну, теперь поговорим еще, кстати, про срезки. Вот это отдельная тема для эвки, потому что срезки в этой игре это просто полная жопа. Есть два варианта у нас, кто не знает, это обычные срезки и строгие. Строгие, как я и говорил, относятся по правилу не больше двух колес за белую линию, то есть за границы трассы. Простые срезки, на самом деле, еще уебищнее, потому что они разрешают резать некоторую часть трассы прям очень сильно. И, естественно, очень сильно от этого выигрывать. И их никто не использует особо, потому что, ну, как бы ты можешь резать, иногда там очень много. И почему-то до сих пор Кубмастерс не сделает какой-нибудь компромисс в этом плане, чтобы срезки не были жопоразрывающими типа строгих, но и не разрешали резать трассу просто вдоль и поперек. То есть, ну, в той же АЦЦ, к примеру, срезки сделаны следующим образом, то, что да, там, в квалификации ты едешь по правилу не больше двух колес за белую линию, но в гонке правила уже начинают быть со всеми другими. Там уже, если ты выезжаешь за пределы трассы, то игра считает, выиграли ты от этого или проиграл. И чаще всего, если ты даже выезжаешь широко, ты чаще всего проиграешь по времени, и, соответственно, игра тебе просто предупреждает, что ты превысил, как бы, лимиты трассы, но не выиграл ничего, но братан больше, пожалуйста, этого не делает. То есть, и штраф тебе тоже какой-нибудь наложен. У нас же в игре малейший выход третьим колесом за белую линию, это гарантированное предупреждение во время гонки. И три таких предупреждения во время гонки, это трехсекундный штраф. А трехсекундный штраф, к примеру, в очень скиллованных лигах, это просто дохрена, где все едут друг за другом паровозиком. И ты пытаешься все время ехать, максимально используя трассу. И если даже посмотреть вот в реальную формулу 1, как пилоты выезжают чаще всего за белую линию всеми четырьмя колесами, им это ничего не делают. Да, у нас все равно есть лимиты трассы в реальной формуле, за которой там штрафуют. К примеру, вот Суноду оштрафовали в e-mail 5 секундами за то, что много раз превышал лимиты трассы. Но в остальном, сколько не смотри формулу, вы очень редко видите то, что кому-то дадут секундные штрафы за то, что они очень часто выезжали за пределы белой линии. Вот. И как бы хотелось бы увидеть что-то адекватное в плане вот того, что... Окей, я согласен на то, что в квалификации будет правило этих двух колес в белую линию, и то, что у тебя будет аннулируется круг, это справедливо. Но во время гонки правила должны быть немножко другими и более легкими в плане того, что ты превысил лимиты трассы. Вот. Как-то так оно. И все бы хотелось бы это увидеть хотя бы уже в 22-й эфке, потому что, я понимаю, в 21-й эфке ничего не поменяется. Плюс за те деньги, которые просят сейчас за игру, на самом деле многое количество человек не будет в нее играть, в принципе. Потому что 3000 за формулу 1, в которой будет куча багов, опять же, извините, нет, не хочу. За 1000 рублей уже многие-то, в принципе, такие, ну окей, ладно, игра стоила 1000 рублей, в принципе, можно смириться с некоторыми багами и ехать. Но за 3000 рублей, я уверен, большая часть таких Underground League просто умрет, и останется там пару-тройку живых, где будут гоняться люди, которые готовы были потратить 3000 рублей. На это все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов. Также специальных стримов есть в группе ВКонтакте в закрепленном посте. Обязательно ставьте колокольчик при подписке, чтобы не пропускать анонсы новых видео, потому что YouTube такое, такой YouTube, который иногда просто не показал новые видео. Пока-пока, ребят, и удачи! Нелегкая для Мирандикса. Пиздать я, братан, на Альфе. Ты же это понимаешь, что преди ТРС... Бля... Ааа, блядь, серьезно, какой же ты, блядь, везучий! Пиздец! Господи!